Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях большой человек, известный публицист, писатель, журналист, лауреат многочисленных премий, президент Горского клуба, главный редактор газеты журнала «Знамя» Александр Андреевич Прохан. Он расскажет сегодня о новой своей книге «Крым» и ответит на ваши вопросы. Время для встречи у нас не более двух часов, потому что в два часа уже должны отъехать. И хочу сказать, что у нас представлена выставка произведений, можно будет с ней ознакомиться, можно будет ознакомиться сейчас, можно будет прийти в любое рабочее время в библиотеку. И сегодня в рамках проекта «Подари книгу» нам презентовали новую книгу, о которой сегодня будет рассказана «Крым». Один экземпляр остается у нас, мы тоже можем будет ознакомиться, а один экземпляр уедет в сельскую библиотеку «Суперсовность». Давайте поприветствуем. Спасибо, что вы подарили мне свое время. Микрофон включен или нет? Да, 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 я слышал хорошо. Я очень большой встречи. Дорогой здесь меня. Не слышал, да? Ладно, пока я буду говорить без микрофона. У Пушкина есть в полиции вернули такие строки. «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и к книжному учению в разуме». По-моему, это он написал обо мне. Потому что Господь дал мне длинные, долгие годы. Огромную, бесконечную, как правило, теперь жизнь. И всю эту жизнь я писал книжку. Я спрашиваю себя, кто я такой, что я за персонаж в литературе, что я за художник, что мною ближе. И я отвечаю, что я охотник за историей, что я новец исторического времени. Моё творчество время было связано с желанием захватить все метки, захватить все эти текущие исторические моменты, в которых пребывает моя страна, моё государство. Момент, который складывается в некий завершённый образ, завершённую метафору. И в этой метафоре отливается вся эпоха. И я расставляю свои ловушки, я расставляю свои сети для этого времени. И жду, когда это время залетит в мои капканы. Иногда оно залетает туда и попадает в них, начинает биться, не может вырваться из них. И тогда я улавливаю это время, и возникает целостный роман, которым я доволен. Иногда довольные публики читают. Иногда же время таково, его энергия, его огонь, его раскалённость такова, что она прожигает эти сети, разрушает эти ловушки и вырывается на свободу. И тогда мною не уловлено это время. Я чувствую разочарование, я чувствую неуспех. Но когда я горююсь опять за ним, я горююсь за ним капитан. И мне кажется, что если это время не уловить, если его не записать, если его не наполнить им книгу, оно умрёт без следов. И страх увидеть умершим моё время, близких нелюдей, мою родную историю, мою страну, во многом побуждая моё творчество. У Бунина, его замечательной уже эмигрантской повести «Жизнь Арсеньева», есть вот такая прелюдия, такой купиль же взял из какого-то старославянского текста, я даже не знаю, какого, он значит так. «Вещи и дела аще не написание бывают, тьмою покрываются и гробу забвения предаются, написание же якого одушевления». То есть уже этого древнего мыслителя, исказителя преследовало желание удержать ускользающие моменты, зафиксируйте, захватите, не дайте им погибнуть, воскресите. Это вот такое пасхальное чувство, чтобы оно не умирало в это время, а каждый раз воскресало в творчестве. Я тоже этим одержу всю мою жизнь. Когда я был ещё совсем мальчиком, совсем мальчиком, и с вами, может быть, был третий класс, я шёл среди демонстрантов на 1 мая по Красной площади, я затесался, замешался в эти колонны, и среди этих ликующих толп, среди цветных шаров, транспарантов, знамён, шёл через Красную площадь, вот какой-то мой эфирный распарец возник прогал, и я в прогал увидел в Мавзолее Сталина. Все говорят, я Ленина видал, я Сталина видал. Я ребёнком видел Иосифа Сталина, который был на Мавзолее, и это был май, и в каком-то разноцветии, и мне вот сейчас кажется, что он находился в каком-то перламутровом, в таком сиянии, как то ли человек, то ли миф, я не знаю. И вот этот образ Сталина я пронёс через всю мою жизнь. И это сделало меня, поведён таким мистическим сталинистом. Мама повела меня на трофейную выставку, которая, по-моему, в конце 1944 года была развернута в парке культуры отдыха на берегу Москва-реки, куда завезли трофейную немецкую технику. А мой отец погиб под Сталинградом в 1943 году, и ещё ребёнком, и он сиреном испытывал это чувство сиротства и чувство огромного сострадания к маме, которая при упоминании об отце сиреном плакала. И когда я увидел среди этой трофейной выставки огромный немецкий танк, скорее всего, это был тигр, огромный, как комон, тяжёлый, я подумал, что вот этот танк купил моего отца, что этот танк заставляет плакать мать, что этот танк приехал, прикатил сюда, к нам, чтобы истребить меня, и я испытывал перед ним какой-то ужас такой, реликтовый, детский ужас. А потом в борту этого танка я увидел дырищу, огромную дыру, проборную, которая была нанесена, скорее всего, она была нанесена зениткой, когда зенитки выставлялись против атакующих танков, пускались горизонтальные стволы, и этот броневойный, мощный снаряд проделал броню тигров. И там, как сейчас помню, это была пробоина с оплавленными, такими светлыми, стальными краями. И я испытал чувство великое удовлетворение, что он убил моего отца, а мы убили его. Потому что есть в стране сила, есть государство, которое способно отстоять меня, мою личность, мою слабую детскую личность. Это тоже стало каким-то кодром, кодром переживания, которое я пронес через всю мою жизнь и до сих пор несу в себе. Так сложилось, так сложилось, что судьба все время бросала меня на войны, которые делали моего государства. Я вот недавно возвращался с Донбасса, такой утомленный, уже весь мирен, заболевший там, тряслись по землодорогам, и я считал, оказывается, это была 16-я война, на которой я оказался как писатель, как художник. Первый бой, который я видел, это бой на российско-китайской границе, на Донбассе, в 69-м году. Солки, в таких весенних, ржавых, рыжих, неопавших, за зиму дубах, что берег реки, снежный, был март, начало марта, и я помню, это лежащий, убитый китаец, в такой собачьей шапке, отпавшей шапке, на лбу, у него такой ледяной, замерзший полтун крови, потому что пуля попала ему в лоб, а на шапке красная звезда. И это меня ошеломило. Меня ошеломил, конечно, вид мертвеца, убитого, потому что я впервые видел, когда он видел этого битвы. Но еще больше меня ошеломил вид звезды. Значит, одна звезда стреляла в другую звезду. Значит, глиф о том, что вот этот краснозвездный мир, краснозвездная цивилизация советская, за ней будущее, она объединит все человечество. Этот миф распался для меня в Адаманском. А потом прилетели вертолеты, которые привезли матерей, убитых пограничников, и они прыгивали, высаживались из этих машин, бежали по этим ручьям, бегали в палатки, доставили гробы, падали на эти гробы, рыдали. Причитали так, Коленька, какой же ты там большой в гробе, где влазишь, на ручки твои и сквол. Дорога невыносимое зрелище, но вот в этих плачах, в этих причитаниях народных плачах я услышал вековечные русские рыдания, вековечные русские плачи. Они таким же были и в период слова «полку» и «рю», и такими же они были после Бородинского поля, и такими же они были после Сталинградской битвы. Может, кто-то моим отцом рыдал из места крестьян деревянских, и такими же они были там на Даманском. меня поразила вот это единство, бесконечность русской истории, в которой столько страданий, столько воин, столько жертв, какая-то великая вселенская бесконечная жертвенность России, которая приносит жертву своих лучших сыновей. Что это? В чем эта миссия русской судьбы, русского народа? Почему такие напасти на нас постоянно? Будет ли им конец? Вторая война, второй мой бой был там же, на китайской границе, но уже летом этого года, жил на школе, о нем мало кто говорит, не был зафиксирован официальной пропагандой, было закрыто. А потом случился Афганистан. Случился Афганистан, где иногда я говорю, что я был 17 раз в Афганистане, а иногда я говорю, что я был 14, 10 раз в Афганистане. Я уже сгнал за счет, сколько раз я был в Афганистане, я просудил всю эту войну, от года войск до вывода, и даже после того, как войска оттуда наши ушли, и бедная Джабула последний раз со мной встречался, наверное, может быть, за месяц для своей мученической корчины, и он тогда джабула жаловался о том, что Советский Союз Гербачевский перестал помогать Афганистану, и обрет его на поражение, на крушение. И я думаю, что неужели это я теперь тучный, отяжелевший, обрювший, малоподвижный, полуслепой, тогда в Афганистане вместе с отрядами, с группами спецназа мы высаживались в пустыне Ельгистан, в этой красной, огненной, горячей, как марсианский ваншар в пустыне, и бежали из-под винтов вертолета туда, где стоял караван кочевников, что они там не зелее, хворост для печей, или оружия, или автоматы, или наркотики, было неизвестно, и спецназ мчался, выстрелы вперед автоматы, а второй вертолет кружит, баражировал над нами, и мы неслись по этим барханам, я помню, меня спотыкался в этих песках, по стопам назад, увязал в этом горячем песку, а потом была капучино, и я двигался по этим разбитым, раздолбанным дорогам на вьетнамских машинах, потому что та война была, это была война Вьетнама с Палпотом, вьетнамцы двигались на трофейных американских вездеходах, на трофейных американских патрахмах, которые нас хватили американцами, я сел на этой горячей стороне, а справа и сел обтянутся бесконечно черные болота, и в одном месте мы видели, что какая-то группа крестьян наклонилась над какой-то белой пирамидой, сложенной то из капустных кочанов, то из каких-то брюков, но я остановился посмотреть, что это, когда подошли и увидел, что это гора черепов, и в каждом из них было одинаковое треугольное отверстие ботыги, которое мы пробили, а после капучи была некаргонская сервера была некаргонская война, и я вместе с сединистами двигался по этой горячей огненной селе по поясу в этой липкой как бульон, как в жаркой студии в Азее помогался вестам тащить трубы минометов, там были бои на этих островах среди этой свельбы, а потом Ангола и эти приграничные с Намибией лагеря, где намибийские партизаны зарывались в землю, там под землю у них были целые города, там были госпитали, там были склады вооружения, там были казармы, а наши советники советские учили их минно-вдрывному делу, учили минировать железные дороги, подрывать высоковолюбные вышки, совершать рейды туда в Намибию, выбивать оттуда юаровцев, и когда один раз был встречный налет, и на заре, на вечерней, такой латунной заре, прилетели вертолеты, юаровские, черные вертолеты, и отстрелялись, отбомбились своими нуждами, спороли эту саванну, это прятать всю ночь, и было слышно, как всю ночь странного ранения слон, под утро он умер от этих своих ран, а потом был Мозамбик, а потом была Эфиопия, а потом была пятая эскадра на Средиземном море, где наши корабли стекались со всех флотов северного, с Балтийского, с Черноморского, иногда и с Тихоокеанского, мы приходили с Третьземное море, создавали нам эскадру, она баражировала к этому морю противодействия шестому американскому флоту, погущему флоту, и большие говорили, что в случае войны нашей эскадре существует не более 35-40 минут, мы будем уничтожены все американцы, но за это время у нас есть возможность снизить силы удара по нашим городам примерно на 20-25 процентов. И вот я двигался на этих кораблях, на разведанцевом катере, который вместе с разведчиками шел за американским авианосом Саратогой, и разведчики вылавливали из океана хлам, мусор, который американцы вылавливали со своего авианосца в море как ненужный и олимпу, с очком, как рыбаки, вылавливали эти килобумаги, этот дрянь, этот мусор, прикладывали в мешки, чтобы потом на флаговатском корабле разбирать их и вружу из этого хлама необходимые разведывательные информации. Спускаясь на подводные лодки в районе Тирецкого моря, командир лодки, который поставил меня ряд носовой на свой командный пункт, там номер один, главный пост, называется там, главный пост, мы зафиксировали в течение полторы минуты контакт с американской подводной лодкой, с плармой, со статологической лодкой, которая ходила там в Тирецком море, тоже она должна была в случае чего навести удар по нашим городам. А потом все эти горячие точки, которые рассыпались по Третьему миру, эти войны, которые вел в существо наш Советский Союз, где американская М-16 сражалась с автоматом Калашникова, эти войны стали перемещаться все ближе и ближе к нашим границам, мы перепорхнули наши границы вовнутрь, и вся страна покрылась этими яжами этих войн. Карабах, Карабах, это трагическая война, которая послужила началом разрушения Советского Союза. Армии, которые стояли, советские армии, одна стояла в Армении, другая в Азербайджане, уже не выплачивали зарплату, уже разлагалась эта армия, армейцы поставляли своих добровольцев, одни поставляли в Азербайджанские, и другие в Армянские, я помню, раненого летчика, попавшего в плен, а в Азербайджанцы закатали в огромный скат от Белаза и того, сожгли. Такая была зверская война. А потом война в Приднестровье, Великая война, единственная крохотная маленькая страна, маленькая территория восстала против этого чудовищного разрушения Великой Красной Державы. Все отступили, все отдались на волю американцев, все сложили голы, все республики, все эти элиты продажные, и российские, и украинские, и прибалтийские, все отдали народы под эту игру, под эту сеть. И только Приднестровье во главе со Смирновым, с местными литвами восстало. Это была кровавая короткая война. Это были великие люди, которые отстояли по сей день этот маленький крохотный государственный, что оно несет честь, оно отдувается за все великое предательство, которое состоялось в 1991 году. Потом две Чеченские войны. Боже мой! Это было, казалось бы, недавно, но это было так давно. это мои дружбы с хорошим, с генералом, который я помню во время уже второй Чеченской войны, когда Грозный был окружен нашими частями, он был подтвержден бомбардировкам, каждый дом приходил забрать штурм, каждому дому подкатывали танки и выбивали оттуда снайперов чеченских, и город весь дымился, тогда из этого города Басаев стал водить свои отряды, и там сделали проход, такую ловушку, через которую они могли выйти из города и спастись. Но это был ложный проход, потому что там, за этой ловушкой, были развернуты минные поля, стояли пулеметные гнезда, когда Басаев своим отрядом пошел по этому проходу, он попал, сел на минное поле, потом его стали нам гвоздить, именно там он потерял свою ногу, и мы летели на вертолете, потом на эти места, были реки Сунжи, и там такое было ощущение, что здесь пошел какой-то мусоровоз огромный, мусоровозы были выброшены из-за страшных хлам, страшных кровавых мусоров, войны, какие-то сани перебитые, пулями, окрабленные матрасы, винты, кое-где лежали тела, потому что их не убирали, они лежали на минных, на минных ловушках, на небесковых этих, минных, их было страшно убирать, и потом, гораздо позже, гораздо позже, я узнал, что разведчиком, нашим, русским разведчиком, который разрабатывал эту операцию по поивке Басаева, был Квачков, который сейчас томится в тюрьме, полковник Квачков, герой, мужественный солдат нашей российской армии, это он разрабатывал эту операцию, и он подставил вот ножку к Басаеву. А потом были поездки в сектр Газа, и я видел, как израильские самолеты громили этот маленький, отважный городок, где палестинцы сражались за свою независимость, а потом была сирийская война, и этот цветущий Сирий, где был много раз чудесный, божественный, Сирия, это святая земля, Сирия, это святая земля, это место, где произошло преображение апостола Павла, он в Саву превратился в Павлу, там в Сирии это место чудесное, там же в этой, потом на сирийских горах, там доисколько есть пещеры, где Каин убил Авер, это пещеры был их обитателем, я так повторяю, наполненная церквами, святыми местами, цветущая страна превратилась в гай, выжженную землю, я ехал по этим городам, которые оказались разгромленными, а до этого война в Югославии, где выбежалось быть несколько раз, и вот вчера мы с моими друзьями здесь были, в ресторане сербском, слушая эту песню сербскую, замечательную, таму далеко далеко, и я вспоминал, как я стоял вместе с сербами на мосту через Саву, через реку Саву, живым щитом, это была Пасха, и американцы громили сербов своими крылатыми ракетами, их цвели кругом по берегам сады, цвели вишни, цвели яблони, пели эту песню, а летели эти ракеты и взорвали министерства, дома, аэродромы, телецентрами. Я всю жизнь, всю жизнь мою, вплоть до сегодняшнего дня, я всегда был слугой государства российского, за это меня клевали, за это меня уничтожали, за это меня унижали, за это меня оскорбляли, я служил государством, так случилось, что самая главная, лучшая, цветущая часть моей жизни пришлась на жизнь советского государства, я служил советской империи, я служил моей красной великой родеи, когда она была уничтожена, когда ее разрубили на части, я восстал против этого, я перестал быть романистом, я проникнулся в публицизмах, в политиках, я бросил вызов Ельцина, я бросил вызов Чудорбачева во время перестройки, я был антиперестройщиком, меня называли бракобесом, отставшим человеком, но когда это государство, которое казалось бы исчезло навсегда, испепелилось, упало в черную дыру, и мне казалось, что на одной сомкнулся какой-то страшный слог, мне больше не жить, я испытал в 91 году какую-то смертельную тоску, да ни один я, сколько людей после этого офицеры стреляли, пускали себе пули в лоб, сколько людей, стариков, ветеранов, вежливость, сколько умирают, сколько спилось, сколько не родилось, это все были жертвы этого чудовищного рассечения, убиения красной страны, но когда опять началось медленно, едва заметно, глазу возрождение государства, я опять стал его слугой, его певцом, плоти сегодняшнего дня и по-прежнему на меня валятся все те же коми и грязи, по-прежнему меня обвиняют в том, что я халую кремля, что я служу в стране, но я знаю, что народ, русский народ не может без государства, как только он лишается государства, на его голову падают страшные беды, он превращается в руины, два раза в материале государства один в феврале восемнадцатого года, когда был свергнут после чего государь-оператор, и второй в девяносто первом году, и оба раза эти два государства уходя, оставляли после себя выжженную землю, и опять необходимы были чудовищные усилия людей, вождей, героев, которые поднимали эту страну из страха, и опять получали возможность жить и существовать, и вот сегодняшняя эра, это эра нового восхождения государства российского, так уж устроена наша русская история, что мы движемся от цветения к погибели, и от погибли к цветению, потому что история государства Российской это история нескольких империй, истории первой империи кивско-новгородской, восхитительной божественной империи, которая породила Софию Новгородскую, Софию Киевскую, которая породила великих мудрецов, которая породила русскую правду Святослава Мудрого, которая породила слово Балкуи Береве и которая канала под копытами татарской конницы так, чтобы больше никогда не появиться. Русским не суждено было после этого появиться. Они были закрессованы вот в эту историческую дверцу. Но произошло чудо, и опять русское государство, вторая русская империя возродилась на московских холмах. Московское царство, московское царство великих князей расширило свое владение до Тихого океана. Это вторая империя, величайшая империя с храмом Василия Блаженного и колокольней Ивана Великого со старцем Филафеем, который прозвластил эту потрясающую по своей силе и мощи концепцию Москва-Третье Рим. Смысл этой концепции заключается в том, что он, Филафей, обращался к государю, к Василию Третьему, к великому князю Василию и говорил ему, что ты, государь, создал великое царство, в котором солнце не заходит. Но смысл государства не в том, чтобы стяжать казну большую, не в том, чтобы иметь сильную армию, не в том, чтобы иметь сильное пространство, а в том, чтобы сберегать православие, сберегать эту драгоценную, дарованную нам сущность, дарованную, дарованное откровение, связанное с райскими надеждами, с райскими смыслами, потому что православие пришло к нам для того, чтобы сделать нашу жизнь подобием райской жизни, чтобы умерить нашу ненависть, наше зло, наше ненавистничество, нашу неправду, и вот чтобы здесь повторилась великая божественная справедливость и смысл государства, то, чтобы сберегать эту драгоценность. И этот Филофеево пробует очень актуальнее по сей день, но это царство рухнуло в смутное время, это так рухнуло, что ему больше опять казалось бы, не возродиться никогда, это Черная Ямина после конца династии Рюльпич, после этого разбоя, когда враг посадился в Москве, когда поляки решили перенести центр империи своей, из Славянской империи, из Москвы, в Варшаву, когда Варшава должна была господствовать над Киевом, над Москвой, опять произошло невероятное. И это невероятное не объяснить ни экономическими процессами, ни состояниями элит, а оно объяснимо только чудом. Чудом опять воскресенья, чудом воскресенья русского государства, чудесное исцеление, чудесное появление без этой бездны. Вообще в русской истории категория чудо, она, и русская история не понятна без этой категории. Классические историки, высоколовые профессора, уважаемые знатоки фактов, тенденций, они объясняют очень много. Я прочитал труды Ключевского, я прочитал труды Соловьева, прочитал труды Крамзина, Костомарова, но там не объяснить, почему вдруг русское государство, столь цветущее и могучее, превращалось в труху в пепел. И не объяснить, почему этот пепел опять превращался в алмаз, в алмаз новой империи. И эта империя, империя московского царства, рухнула для того, чтобы через десятки лет воскресла новая, третья империя романок, империя петербургская, империя великих побед, империя, когда русские войска ступали на пороге Берлина и Парижа, а главное империя, в которой возникла потрясающая культура, невероятная, божественная сила и культура, музыка, которая не отравлена, поэзия, которая до сих пор нас всех согревает и наполняет светом. Это империя, в центре которой Пушкин. Пушкин, может быть, это было то, ради чего им была создана эта империя, не ради броненосцев, не ради построения Монтранс-Сибирской дороги, а ради того, чтобы в недрах русского народа возникло это чудо, это священное, божественное имя Пушкин. И опять на станции дно в 17-м году, в феврале, кончилась эта великая империя. Опять наступила тьма, опять наступило разорение. К власти пришли масоны, масонское временное правительство. Началось безобразие, распад пространств. Пришли иностранцы, иностранные банки. Все это кончилось гражданской войной, чудовищном кровопролите. Брат рубил брата топором, в погоны золотые вгоняли пленным офицерам гвозди, а красноармейцы там краску выводили в одних кальсонах на круче днепровские и стреляли там сотнями и тысячами. Мы израсковы на себя в этой гражданской войне потеряли огромное количество исторического времени. Столько людей, мы вышли из этой войны обессиленными. Нас опять не существовало. Если опять не нашелся человек, имя которому Сталин, который вырвал, буквально сзавусы выдрал страну из этой кровавой меси. Он поставил опять страну на ноги, понимая, что очень скоро будет чудовищная, страшная война. Он превратил вот этот изнуренный, обессиленный народ в гвардию будущей победы. И эту победу одержал. Великое таинство, величайшее таинство всей русской истории, а может быть и всей истории человечества. Мистическое, священное Христово победа 1945 года. Христово, потому что в этой войне, в этом сражении сталкивались две космогонические силы, с вида силы абсолютного, тотального мрака, тьмы и силы света, предпложественного света. И наш народ заплатил за эту победу тридцатью миллионами жертвов, и это жертва Христова. Может быть даже Христово, второе пришествие Христа было во время войны, потому что Христос ходил в танках вместе с нашими людьми. Христос ходил в атаку под Сталинградом. Христа пытали и мучили в застенках гестапо, и обливали этой водой вместе с Кармашом. И мы выиграли эту войну. А в 91-м году мы все это полеграли. Опять исчезла страна, опять исчезла Родина, опять черная страшная дыра. И опять из этой дыры, из этой дыры, из этого подвала, из этой преисподней стала подниматься государство российское. И оно сейчас поднимается. И каждый этап, каждый этап его возрождения, каждый этап сопровождается сваткой. Чем дальше будет возрастать государство, тем острее и напряженнее будут эти сватки. Какие сватки? Вы помните, когда Путин принял новый гимн, сохранив музыку, советского гимна. Через музыку передавился очень многие иконы, многие представления. И он через эту музыку соединил два века. Соединил красный век с новым веком, путинским веком. А какие схватки были во время Грузии-Осетинской, Грузии-Русской войны? Что там творилось в мировом сообществе? Какая была брать? Какие были гугления? А что было во время ареста этого Магнитского, когда проходим, арестовали здесь. Список Магнитского и санкций, первая волна санкций. А потом мешаются в сирийские дела, когда мы сказали на меня, все, Ирак вы уничтожили, Ливию, Каддафи вы уничтожили, в Афганистан вы пришли и разорили, силы мы вам не отдадим. Что тут началось? А потом Крым, а потом война на вороте. И вот сейчас мы пребываем в состоянии острейшей схватки. И схватка, она повсеместна. Она идет на уровне военных потенциалов. Опять устраиваются военные базы, передвигаются контингенты, устраиваются новые типы оружия, идет состязание в новых типах оружия. Эта схватка идет на международном уровне. Слезаются дипломаты, наш министр иностранных дел Лавров. Я не знаю, когда он спит, он носит, как уголелый, помирует, и все время вступает в полейников с противниками. Эта схватка идет в культуре. Новосибирск является ареной этой схватки. А она идет повсюду. Почему эта схватка, иногда носит? Может быть, даже какой-то эфемерный, казалось бы, смехотворный, призрачный характер. А на самом деле, внутри этой схватки, где бы она ни проходила, лежит проблема государства. Хотят срезать не просто Путина, не просто традиционную русскую культуру, не просто тот или иной политический слой. Хотят срезать государство в том виде, в каком он существует. Но, повторяю, срез государства для России, для русского народа, это чертовищная катастрофа. Пускай это государство несовершенно, пускай у него господствует коррупция, пускай оно наполнено колено, пускай у него огромное количество недостатков. Но и такое, оно в тысячу раз лучше, чем его отсутствие. Поэтому я понимаю, что мы живем в очень несправедливом обществе. Что мы живем в очень несовершенном обществе. И обожать, и благотворить это общество смехотворных. Но содействовать его истребление, как это действует, вот эти огромные сомны либеральных мыслителей, культурологов, политиков. Это чудовищное преступление перед русской историей. Поэтому по-прежнему для русских государственников стоит проблема спасения своего государства и спасения своего народа. Путин преодолел распад страны. Путин по существу создал и поможает строить пятую империю. Четвертая империя – это Сталинская, Третья империя – это Романовская, Вторая – это Московская, Царство. Первая – это Киевско-Новгородская. Сейчас мы строим пятую империю, пятую державу. Пятая малинациональная, священная соединение, содружество народов. Так вот, построение этого государства требует внесения в нашу идеологию принципа справедливости, принципа абсолютного добра, принципа абсолютной правды, которая уравновешивает отношения человека с человеком, человека и государства, техносферы и природы, животного мира и мира нематериаля, мира нематериаля. И я жду, что где-нибудь, и, может быть, в Новосибирске возникнет эта новая философия, возникнет философия справедливости, возникнет философия гармонии, о которой так мечтает все человечество, и о которой мечтает Россия. Об этом мои книги, об этом мои статьи, об этом моя публицистика, об этом я сам. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Можно вопрос? Если только можно, я не еще раз услышу, громче и четче. Хорошо, громче. Сегодня я слушала передачу «Соловья» в очередную, но сегодня в первую половину своей передачи, в течение часа. Очень хорошо в очередной раз говорил о Лене. Он вспомнил на день рождения, первая начала говорить об этом его мама, прекрасно все время сказала, и он опять сейчас, просто с таким вот величайшим пониманием этой личности, его значения во всем, о нем говорит. Будет ли он тогда, чтобы он же говорить о Сталине? Ты говоришь, что на тебе было, что 500 минут. Вы знаете, еще пять лет назад вот эти этюды, о которых вы сказали, Соловьев, были невозможны. Но Соловьев созревает вместе с общественными мнениями. И в общественное мнение возвращаются эти религи ценности. Понимаете, это идиотизм разбрасываться такими фигурами, как Ленин. Таких фигур нет. Чем-то, или человечество, выбросим Ленина, выбросим царя, государя-оператора, выбросим князей, выбросим Сталина. Ну кто, они же Деровичи останутся, понимаете? Поэтому мы не будем разбрасываться. Но я знаю, я воспитываю Соловьев очень осторожно. Очень даже видно. Да. И в какой-то момент Владимир Соловьев, блестящий наш публицист, ведущий, он скажет по-русски. Крюсин Тверченко. Александр Андреевич. А давайте я прочитаю, вам передали здесь. Да, прочитайте. Уважаемый Александр Андреевич, эпизод, который был показан по телеканалам, никого не может оставить его надушным. И о нем надо говорить. Руководитель ДНР, Захаршенко Александр, присел перед пленными нацгвардии. И первое, что он спросил, когда ел, и дал распоряжение ополченцам умыть, накормить, одеть. Вот в этом суть русского человека. Прежде всего, забота о состоянии человека, хоть он и пленный. На следующий день Захаршенко, а, ранили. Вот, собственно, я не знаю, вопрос не вопрос, но как мне пояснил автор записки, это он написал для того, что, может быть, вы где-то об этом упомянете, каким образом прокомментируете. Я думаю, что сам по себе эпизод, который вот так поразил нашего гостя, он так сам за себя говорит. Но ведь это очень странная война. Там воюют русские с русскими, украинцы с украинцами. Там воюют офицеры. С одной стороны, эти офицеры, они прошли Чеченскую войну, не Карафганскую войну, как и с той, с другой стороны. Они учились в одних и тех же учебных заведениях, они служили в одних и тех же частях. Их просто разделила эта война, эта гражданская война. И там вот этот Захарчинский жест, это даже не жест милосердия, это понимание того, что вот эти люди, которые попали к ним в плен, они, может быть, они братья. Это трагедия истории. Поэтому вот с нашей стороны, со стороны ополченцев, нет вот этого стернения, нет вот этой жестокости. Хотя война, конечно, сама по себе чудовищная, чудовищно жестокая. И пленные, которые оказываются пленом, смотрите, на вороте практически всех пленных отдала. Это Киев держит там еще вплоть до тысячи людей. Но это разная психология. Разная психология бенгеровцев и разная психология современных русских. Может быть, во времена вот той кровавой послевоенной битвы, которая была в Западной Украине, когда НКВД сражалось с бенгеровцем, там была жестокость от 192. Там были уничтожения, там были зверцы, там были пытки. Там не было этих сантиментов за качеством. Но сегодня русский человек, русское сознание, оно мягче, оно милосерднее, оно сердобольнее. А туда пришла там прежняя огненная бенгеровская фашистская ненависть и неприязнь. Это две психологии разные. Две совершенно разные психологии. Я не знаю, может быть, были случаи ожесточения. Конечно, любая война – это ожесточение. Когда разносят прах из установок залпового огня мирную, мирное село или мирную деревню, и на улице лежат маленькие девочки с опорными руками, возникает чудовищная ненависть, чудовищная жажда, реванш. И потом это все уступает вот этому сердоболию. Поэтому пока что эта война не дошла до степеней вот этой тотальной человеко-ненавищественной энергии. Спасибо большое. Вопросы два, пожалуйста. Мне не на прочь. У меня слова благодарности и низкий поклон вам за газету «День», за газету «Завтра», потому что это голос совести, мужества и стойкости, который на протяжении всех этих безумных лет давал нам возможность дышать, жить и сопротивляться этому безумию. И у меня вам просьба. Подпишите, пожалуйста. Потом, потом. Будет последние несколько минут, а потом все. Хорошо. И еще. Я опоздала, когда раздавали эти книги, и мне кто-то из молодых людей уступил. Мне бы очень хотелось, чтобы я получила свою, а эту ее будут добавить. Коллеги, коллеги, друзья, одну минуту. Я зачитала записку, а потом вопрос из зала. Спасибо вам за эти слова. Я очень надеюсь, что я благодарю вас. Вопрос из зала. Александр Андреевич, есть ли для вас и завтра табуированные темы? Какие и как вы выходите из положения? Ну, для меня нет табуированных тем, потому что я в свое время, когда господин Гусинский, по-видимому, организовал на меня два покушения, меня били костя там, порогу моего дома. Это произошло за то, что я в своей газете полюбил ряд статьи. Одна из них называлась «Еврейские банкиры и чеченские гранатометы». Когда я говорил о скриянии этого банковского еврейского капитала с чеченцами, они кидали их. И тогда я лопатал эти удары, потому что для меня табуировано в тем нет. Для меня есть другие, другая ситуация. ко мне со временем пришло понимание, если я сторонник империи, сторонник этой симфонии, сторонник державы, в которой живут народы, живут травмированные народы. Все народы, которые живут сегодня у нас, это народы под рамки. Самые страшные раны у меня получили в 1991 году, а некоторые еще и гораздо раньше. И когда я говорю с моими читателями, слушателями, я принимаю во внимание вот эту идею боли, и я ей не позволяю каталировать. Например, вот что произошло у вас там с Тангейзером, или что произошло в Париже с этими калитатурами. Люди, которые демонстрируют это провокативное искусство, это их философия, это их эстетика. Смысл этого искусства в том, чтобы вызывать страдания. Именно если вызвано страдание, значит эстетический акт достиг своей цели. Если осквернение, так не знаю, картины Реобранда вызвало у тебя еще не тоски или ненности, и ты там взрывал или кинулся с кулаками, значит эффект достигнет. Если новый маэстро на паромных глазах у верующих рубит икону, например, и верующий рыдает, а потом, может быть, выхватывает пистолет Макарова и стреляет в этого осквернителя, значит успех достигнет. Значит осквернение и провокации достигли своих избегов. Вот я не хочу, у меня тоже наболело сердце, и я мог бы многие вещи сказать, но я не хочу вызывать страдания, я не хочу вызывать вот этой вот взрывы тоски и нервности. Я бы мог это сделать. В этом смысле есть темы, которых я избегаю, либо касаясь этих тем, я действую очень осторожно, стараясь не уязвить, не унизить. Но это вот только теперь. А вот в 90-е годы, после 91-го года у меня не было сдерживающих центров, и это была тотальная борьба на истребление. Спасибо. Да, пожалуйста. Андреич, вы много ездите, вот интересно, есть ли такая проблема, как у нас сейчас в Новосибирске, 39 мая, у нас все начали пиариться на праздник. Если вы зайдете в метро, вы увидите плакат «Молодого человека деда в сети» в управлении Георгиевской ленты, я сейчас покажаю ветеран. А на самом большом магазине города, на Гуми, висит огромный памятник. Вверху написано «Ура, победа», Георгиевская лента, Ордин Отечественной войны, четыре фотографии бизнесменов и грипптатов. И рядом, правда, другой пока здесь, свежий рог, чита по 150 рублей. Вот как вы с такими вещами относитесь? Такие явления, к сожалению, довольно часто, одна часть во время этих полупобедных рестайлов. Очень недавно обсуждали эту тему, она вышла, она открыла на телевидении, как в каком-то городе, может, Сибирском, но не в вашем, по-моему, устроили, испекли какого-то торт. Огромный торт. Вместе от Родины Матери. А второй торт – это письмо с промка. Еще что? Что это можно было съесть? Обительный брюхо этим. Здесь нет злого умысла. Здесь беспусица. Здесь такая внутренняя глухота, непонимание святости. И этих людей я на них не накричал бы, и не назвал бы святотацией. Я просто бы поскорбел бы о том, что они глухи к этим святым тайнам, дополняющим нашу жизнь. Просто они не прошли эту школу, видимо, страданий реальных. И поэтому они такие тупицы. А что касается бизнесменов, которые вас пялиться на победе? Ну, конечно, это беспардонно. Но если бы они тоже написали, что мы бизнесмены, половину своего состояния жертвы на последних оставшихся в Новосибирске ветеранов, это было бы правильно. Это было бы соединение пиара и коммерции с богоугодными деяниями. Минуточку. Я зачитывала. Хорошо, как вы договаривались. Здравствуйте. Это письмо от Владимира. Здравствуйте. Можно узнать ваше отношение к Кургиняну и его движению в суть времени? И второй вопрос. Коллекционируете ли вы бабочек? Хотелось узнать, кто послужил прототипом вашего героя Белосельцева? С уважением Владимира. К Кургиняну я отношусь хорошо. К Кургинян у нас связаны длинные, долгие отношения, как раз со времен перестройки, со времен ГКЧП, где мы были вместе и вместе сражались с оберном пальцем. И Кургинян является блестящим человеком, блестательным человеком, идиотом, левым, таким красным идиотом. За время наших отношений мы раза два или три рвали насмерть. У нас были разрывы, маникланы друг другу, поменялись ударами публицистическими. Они опять сходились и соединялись. И его суть времени – это такое серьезное деяние. Он наконец оставил свои клубные теоретические упражнения и решил прийти к практикам, решил перейти от идеологии к политике, создать на базе своих первых учений, создать движение такое красное. Вот его поездка в Новороссию, туда к Стрелкову, и вот этот Димаш был мне крайне неприятен. И я об этом сказал публично. Я выступил на Русской службе новостей, что послужило поводом для очередного нашего охлаждения. Но сейчас, слава Богу, оно прошло, и я всячески симпатизирую этому яркому, талантливому человеку. Про бабочек. Про бабочек, про бабочек. Ну, понимаете, вот я, 77-летний, потерявший зрение, тучный человек, несусь за бабочками, по горам, по домам, сачком ловлю их, падаю. Время прошло для этих коллекций. Но, когда я был подвижен, когда у меня была азарт, страсть, и когда судьба меня направляла вот в эти джунгли, сейлы, долины, тропики, именно там шли локальные бои, там шла локальная война. В этих местах, это же такое эльдорадо для бабочек. Когда вижу, что там наряду с этими сражениями такая потрясающая красота, я стал брать с собой сачок. Тогда появилась у меня такая коллекция. Это коллекция моих трофеек существует. На каждой пойманной там бабочке, как на слайде записаны мои политические военные переживания, встречи, А Белосельцев, в каком-то смысле это альтер-райвер, все, что он видел и чувствовал, видел и чувствовал я. Но там Белосельцев является кадром разведчика, а я разведчик господа Бога. Меня в эту жизнь послал не комитет государственной безопасности, а Господь Бог, что я пришел сюда, кое-что выведал, как вы здесь живете, как у вас тут все дела обстоят. И вернулся туда и доложил ему. Если мои сведения ему понравятся, он меня благодарит. А если он сочтет, что я принес ему барахло, ерунду, еще никому не нужные сведения, он так милостиво меня отстроит и пробует, и забудет о бабле. Так что Белосельцев – это и я, и не я. – Спасибо, пожалуйста. – Я хочу дополнить ответ к вашему предыдущему, что в принципе, я вот раньше помню, что на маях пугах люди поднимаются слезами на глазах, а сейчас люди заходят на холод. Я хочу задать вам один вопрос, который я задал стрелком. Вы сказали, что вот на Украине идет непонятная война, но для меня она тоже непонятная. У меня единственный вопрос тем людям, которые там побывали. – Скажите, пожалуйста, почему на Украине не уходят поезда под откос? – Не уходят что? – Поезда под откос. Идет передвижение войск. Они же не по воздуху, не как-то… Почему ни один эшелон с военной техникой не ушел под откос? – Тут два вопроса, два ответа. Либо откосов нет, либо не настала пора. Я сплоен думать, что это второе. Потому что сейчас, я надеюсь, что застабилизировалась ситуация на Донбассе, и там выстраивается государство. И если это государство будет вновь атаковано, а похоже, что это неизбежно, то это государство рванет в сторону Мариуполя и дальше. И территория, контролируемая ДНР и ЛНР, будет расширена. А вслед за этим начнутся, как я полагаю, будут приведены действия, так называемые судоплатовские технологии. Понимаете? И симптомы этого есть. Потому что поезда под откос не идут, конечно, но взрывы происходят в городах. Почему не идут поезда под откос? Потому что сама политика сегодняшняя, Москва и наша политика, она двойственная. Она наполнена внутренним противоречиями. Что это за противоречия? Ведь Украина – это транзитная страна. Газовые, международные коммуникации – это источник нашего благосостояния. И перекрытие этих коммуникаций, а также слом той европейской архитектуры, над которой Путин работал первые свои два срока, являются очень трагическими явлениями. Он это чувствует. Ведь все эти санкции, которые идут и пришли, там кроме санкций есть и чисто подрывные вещи – это вещь очень опасная. Поэтому Москва не разворачивает в полную меру отбежку на вороте, как это она сделала с Крымом. Но припрет, я думаю, что припрет, что вот этой войскости придет конец и придется формулировать ясно и четко свои интересы в районе Донбасса. Так что вы дождетесь своего. Спасибо. Вопрос. Почему для вас Крым обеян мистикой в романе «Крым»? Крым само по себе место мистическое для России. Крым мистическое место, потому что в Крыму есть столько земель, столько храмов, столько могил, которые наполнены такой русской святостью и обожанием. У чего стоит Херсонес, например, где произошло крещение Руси? По счету присоединение Крыма к России и его вторым крещением. Как бы второй раз Херсонес вернулся в Россию и свое святость, свое божественное свет он опять излил на наше утомленное тело, на нашу утомленную душу. А чего стоит, повторяю, Малахов курган, где погибли четыре великих русских адмирала во время этой кампании? Это Малахов курган, это и Мамаев курган, и Соломогила одновременно. Это тоже один из великих курганов нашей славы и нашего такого наплуганного слезами восторга перед русскими победами и перед русскими жертвами. А чего стоит Гавадийский дворец, где сошлись три послевоенных лидера, и Иосиф Сталин тросточкой на земле показывает им двум, как будет устроить мир, они смотрели на кивали головами. Это поэтому. Но, с другой стороны, само присоединение Крыма к России, оно выглядело как чудесное, как чудо, как неожиданное. Мы не ждали, что Крым к нам вернется. Мы не надеялись, что соединится с нами. Мы не надеялись, что Путин решится на этот шаг. И поэтому само возвращение Крыма, которое произошло практически бескромно. Но там погиб один казак, фамилию казаков из Сталинграда, Сашского небесного. Но Крым пришел к нам так, как действительно парусник приходит в родной порт. И поэтому он, этот крымский возврат, породил в душе русских людей удивительное обожание, любительное восторгу, любительное свет. Это было ликование. Я помню, я был в георгическом зале, когда Путин произносил свою крымскую речь. Зал наполнили чиновниками, губернаторами, тертыми политиками, изнуренными интригами людей. Он скакивал каждый раз и аплодировал. Они были все как дети. С них как будто чешуя. Власти спала. Они были все открыты для этой радости. Сам Путин был потрясающий в этот момент. Я никогда не видел его. Обычно он был виден сидит такой ироничный, вальяжный. Иногда называли себе шутить, держит себя в руках. А здесь у него лицо ходило от возбуждения, от волнения, от переживания. То есть мы понимали, что совершилось что-то небесное, божественное, чудо. И это светомостное ощущение после Крыма, конечно, оно затуманилось этим зверским годом, когда мы наблюдали эту бойню. Наблюдали, как гибнут и истребляются наши города русские на Донбассе. Но все равно это солнце Крыма не погасло. Поэтому для меня Крым является не просто землей, не просто территорией, просто полуостровом, а он является такой божественной категорией, русским чудом. Поэтому если вот кому-нибудь захочется найти к слову чудо, какой-то синоним, вы можете произвести слово Крым. Где бы это чудо ни происходило? В Новосибирске или на Камчатке? Александр Андреевич, как Вы объясните такую ситуацию, что в этом году, в 2015, как мне кажется, очень много людей, которые в прошлом году поддерживали присоединение Крыма и вообще занимали патриотические позиции. то есть очень много стало сомневаться, то есть правильности, ну то есть вообще вот этой войны. И ведь это ведь не либералы, там не политики, а это люди, народ. Я, может быть, у меня другое ощущение, можно с вами разные источники. Я знаю, что большое количество патриотов русских, которые приветствовали возвращение Крыма, они очень скептически стали относиться к Кремлю и к Путину после этой двусмысленной политики. Это имел в виду Ровороссии. Хотелось бы, чтобы это было резче, жестче, чтобы, грубо говоря, русские танки накричать. А это не произошло, это вызывает скептицизм, разочарование и критику в адрес Кремля. Вот этот процесс я наблюдаю, а не то, что люди разочаровались на том, что неправильная война в Донбассе. Наоборот, они верят, что война правильная, но Россия слабо очень им помогает в этой войне. Я говорю, вот что в таком же дыске у меня патриотов происходит. И это факт, это реальность, конечно, разочарование. А к тому, что приклеиваются еще и не врядятся в этом кризисе. Многие люди, не знаю, кто занимается малым бизнесом, видят, как закрываются фермы или маленькие стройконторы, они возмущены и так далее. Но я-то думаю, что за чудо надо платить. Чудо дается сначала как нечто абсолютно бесплатное, а потом это надо отрабатывать перед Господом, перед Судьбой Донбассе. Жить на халяву в таких вещах не получается. Иногда чудо является как результат жертвы. Люди жертвуют очень многим. И вот после мучеников, после мученичества случается чудо. Там чудо победы в отличный вариант, например. А иногда чудо приходит прежде этих жертв. Но потом, после этого чуда, за него нужно сражаться. Если это чудо проникло в тебя и стало частью твоей судьбы, души, мировоззрения, за это чудо надо сражаться. И поэтому вот это некоторое разочарование, даже истерическое поведение моих близких патриотов, мне кажется, неправильным. Это такая вот какая-то еще незрелость. Надо претерпеть это все. Надо понять, что это. Плата за Крым. Если ты ручишь против войны, значит ты готов отдать Крым обратно. Ну и проверь себе, готов ты отдать за чечевитную поклевку Крым или не готов. На вопрос присланы. Считаете ли Вы необходимым военной помощи СССР в Африке в 60-х годах? Мне понятна помощь окрестным странам Афганистан, Сирии, Алжиры, Анголы, ЮАР и ТТ. Тут история длинная. Видите, все говорили, что не надо было вторгаться в Афганистан, что это ошибка, что это чуть ли не трагическая ошибка. Ну вот мы и вышли из Афганистана. Тогда сразу приперлись американцы. Святое место пустынь убивает. Глобальная война, которая шла и которая идет, требует присутствия этих враждующих сторон во всех частях мира. По мотивам самым разного. Коммуникации, защита коммуникаций. Американцы почему вмешались в борьбу на мини и в Анголе? Потому что мимо мыса Доброй Надежды, мимо африканского мыса, шли главнейшие торговые и нефтекоммуникации. Если бы Советы завладели, грубо говоря, Кейптауном, то над этим коммуникацией возникла бы страшная гроза. Понимаете? Поэтому вот эти войны были результатом глобального, абсолютного соперничества. Отказ от этого соперничества в результате гибели Советского Союза породил вакуум мировой. В этот вакуум пришла победившая сторона, американцы. Ну вот, теперь потихонечку, понегонечку, можно молчу выдавливать вот так вот. Александр Андреевич, здравствуйте. Маленький чуть-чуть комментарий по поводу Соловьева. Чуть-чуть два слова. На самом деле он сегодня издевался над Лениным, так что у вас есть огромный потенциал работы над ним. А вопрос у меня такой. Значит, без вас эхо Москвы стало таким болотом, такой тиной, такой беспропудной тенью того, что было когда-то при вас. Вообще вот имеет ли смысл вам где-то откликаться на эти вот либеральные призывы, участвовать в их форумах там и так далее? Как вы видите вот это? Ну, я пришел на эхо Москвы или, по-моему, там присутствовал лет шесть или семь, я уже не помню. Шесть. Шесть лет, наверное, присутствовал. И вот с этой виберальной трибуной мне удавалось проповедовать мою имперскую философию, мой стульевизм, мой патриотизм. И поскольку эхо Москвы – это мощная очень радиостанция, охватывает огромное пространство информационное, и вот моя проповедь не прошла даром. Конечно, мне не удалось переубедить людей, типа Латыни Шамберовича, но многие из слушателей эхо Москвы как будто сильно откликались на мою призывы, на мою проповедь. Это было. Но когда наступила война, вот сейчас война предельная, чуть ли не горячая война, я, с чего нельзя, невозможно поработать на радиостанции открытого врага. Я ее покинул, я перешел на русский клуб «Новостей». К сожалению, нет в Новосибирске. Участвовать же в дискуссиях, которые ведутся на центральном телевидении, у Соловьева, у Норкина, у Толстого – это просто необходимо. Потому что действительно огромная аудитория сиротистская можно высказать свои суждения, свои точки зрения. А если она еще силой тех, кто обстоятельств побеждает противоположное противоположное, если противник оказывается бит, то тогда это вообще убедительно, интеллектуально, идеологическая победа. Чего еще нужно? Это и есть идеологическая победа. Сейчас вот Дмитрий Пучков Гоблин, знаете, такого переводчика, он в интернете очень много роликов выкладывает, патриотические, в виде беседы, разведдопросов. Вы не хотите поучаствовать в данных роликах с ним? Вы хотите составить мне протекцию? Да. Если сказать честно, не хочу, потому что я перегружен выступлениями, я абсолютно измотал и премиумными эфирами, и телевизионными, и радио, и перед такими близкими блогерами, я с ними общаюсь, и газета, и поездки бесконечные. Я нахожусь на пределе. И по этому Гоблину я испытываю такую симпатию, но я думаю, что он обойдется без меня. Вопрос из зала, только последнее слово, я не могу разобрать. Александр Андреевич, что страшнее для России? Американский или компрадоры отечественные? Компромрадоры – это олигархи, миллиардеры, которые по-чету занимаются экономической деятельностью в интересах чужих государств. Это одно и то же, знаете. Я не различаю, например, американцев и фридмана. Это одно и то же. Это одни и те же люди, силы. Скажем, сейчас фридм, он, по-моему, перебирается в Европу, перевозит туда свои активы. Большинство из них уже перевели свои активы. А чем Хазарковский отличается от Госдепа и от Пентагона? Ничем. Ну, для этого одинаково. Одна и та же сила, одна и та же беда. Но я считаю, и я вчера говорил моим друзьям, с которыми я здесь вот подружился на Сибирске, что державы, страны, в том числе и Россия, они гибнут не от нехватки углеводородов или не от нехватки валюты, или не от действия вражеских агентов, а они гибнут от нехватки справедливости. Мир задыхается от дефицита справедливости. Если вы посмотрите на карту мира, где происходят восстания, революции, волнения, войны, где что было, это те места, где особенно ощутим дефицит справедливости. И в сегодняшней России мы чувствуем дефицит справедливости. И следующим этапом нашего развития, конечно, должно быть развитие техноплогов, технопанков и хай-теков, строительских дорог, увлечения благосостояния людей, конечно. Но нам, как небо, необходима справедливость. Мы задыхаемся при отсутствии. Нам необходимо вернуть справедливость в наши отношения. Я думаю, что православная церковь, которая становится все сильнее и сильнее, и активнее участвует в наших процессах культурных, политических, экономических даже процессах, это тот источник, который должен продуцировать идею справедливости в мир. Тут, кстати, старец Филофей, это и делал. Потому что что такое православие? Что такое христовая идея? Это проповедь справедливости. Что такое райские смыслы? Абсолютная справедливость, возможно, только в раю, конечно. Но приближение к этим райским смыслам, постоянное упование на них, фиксирование их, оно необходимо. И, представляю, весь осмысленный мир, он занимается проблемой справедливости. Как ее сформулировать? Как ее интерпретировать в том или ином народе или государстве? Как ее ввести в обращение? Какими должны быть сопередливыми отношениями на предприятии, в семьях, в государственных учреждениях, на кругах, в губерниях? Это чрезвычайно важный момент для нашей страны. Это нельзя откладывать на пол. Поэтому компрадоры и офицеры ЦРУ для меня это одна и та же напасть и беда. Но для меня страшнее, еще повторяю, что нет такой открытой проповеди справедливости со всех кафедр, государственных или библиотечных. Нужно к Афганистану все-таки вернуться поподробнее. Потому что мы знаем, как появился там контингент НАТО США, производство героина 40 раз увеличилось. Героин идет сюда, к нам в Сибирь, через Сибирь пошел дальше. И для нас это очень больной вопрос, для сибиряков, потому что мы находимся практически быстрее первого удара героинного. Все-таки непонятно, говорили про Крым двойственная, говорили про Новороссию двойственная политика. Непонятно, совершенно невообразимая политика России по отношению к контингенту НАТО США, который в Афганистане. Транзит, снабжение идет через Россию этих контингентов. Чем это объяснить? Есть вообще здравый смысл в такой политике? Ну, я же сказал уже, знаете, что все предшествующие годы, все предшествующие годы налаживались неправильные отношения с Западом, с Европой, с НАТО. Была проблема снятия конфронтации, попытка снять вот эту идеологическую бойню, которая была во время Советского Союза. Были как бы уступки, чтобы только не было вот этих напряжений, чтобы можно было с ними взаимодействовать, заниматься ими, их технологией сюда переносить, их опыт, переносить расставание. Отсюда и самые разные формы взаимодействия и компромиссов. И вот этот транзит через Ульяновск, по-моему, там база в Ульяновске, он продолжался долгие годы. Насколько я сейчас знаю, он завершён, он кончится. Мы закрыли эту перевалку с обострением наших американо-бразильских отношений. А двойственность, о которой вы говорите, она будет ещё очень долго сопутствовать. Потому что после крушения Советского Союза вот эти другие нормы, другие люди, другие группировки, они проникли во все поры нашей государственной общественной жизни. То есть либералы, западники, или натовцы даже, они присутствуют не только на эко Москвы, и они не только в Компрадорах, они присутствуют и в администрации, там есть люди абсолютно про западного направления. Я не знаю, там Дворкович, например, и Шувалов. Кто они такие? Патриоты России, либо отчасти патриоты другой страны. И выйти из этой двойственности и государство в целом, и Путин очень сложно. Я прямо говорю, государство и Путин. Потому что государство и Путин – это неразделимые вещи. И когда мы говорим о Путине, который недостаточно, может с нашей точки зрения, строит это государство, потому что его политика иногда бывает половинчатая, такая двойственная. И я продерживаюсь с точки зрения, что государство российское, которое стало появляться из этой черной дыры 90-х годов, оно строит Путина. Не Путин строит государство, а государство строит Путина. Вот это эмонентное, заложенное в наше такое историческое время, такое русское развитие, после тьмы, оно диктует те или иные формы, которые отливаются от нашей государственности. Как во внутренней, так и во внешней политике. И оно, это государство, также отливается в сознание самого Путина. Путин – это величина переменная. Он строится и создается вместе с государством. Он начал с того, что заявил нам как-то в первый свой период, что он не более чем менеджер, что наемные рабочие его пригласили, наняли на президентский срок, он поработает и оставит этот пост. Это представление о власти абсолютно европейской такой, как все европейские крупные чиновники. А потом, в конце второго срока, мы тоже это помним, там с ним что-то произошло, и он измученный, предельно усталый, скажем, что это раб на галерах, заявил. Он уже не менеджер, он раб на галерах. Это что-то такое более глубокое, глубинное. Он уже, мол, вот вы мне все здесь достали у меня. Я как раб на галерах вкалываю, вы там что-то требуете. То есть он уже отождествился с этой галерой, имя которой Россия. А потом, в третий раз, это было на Валдайском форуме, на первой Валдайской речи, на пресс-конференции, я спросил его, что Владимир Владимирович, а у вас-то есть проект Россия? То есть вы, грубо говоря, действуете эмирически или у вас есть стратегический план, есть проект Россия? Он сразу вот скинулся и сказал, Россия это не проект, это судьба. То есть он осуществил себя с Россией как частью судьбы. Что? Его судьба и судьба России это одно и то же. У него Россия это судьба. Что он никакой не менеджер, никакой не раб для галеры, а что Россия проросла на сквозь все его море, она стала на судьбой. А недавно в своем послании федеральном собрании, уже после Крымской речи, говоря о Крыме, он сказал, что с возвращением Крыма в российскую, я не точно сейчас цитирую, что с возвращением Крыма в российскую государственность вернулась в сакральность этой государственности. Он, видимо, имел в виду и Херсонесов, и то, что я говорил об этом. То есть он еще не очень определенно, но для тех, кто понимает, определенно сказал, что его власть, его путинская власть имеет под собой сакральный характер. То есть управлять Россией такой страной, как Россия, возможно, только если ты находишься в согласии с божественными истинами, с божественными смыслами. А это, извините, почти по масле. То есть он действует, исходя из воли Господа. Пока не ушли от Афганистана, как все-таки повернуть Афганистан к нам лазуритом, а не героином? Ну, образно лазуритом, да? Не смертью, а вот синевой вот этой, возбушающей. Не могу вам точно сказать, но было представление, было такое представление, что победа талибов обеспечит уменьшение трафика наркотрафика. Потому что талибы, они же фундаменталисты, они против наркотиков, и увеличение наркотрафика произошло с приходом американцев, когда они потеснили талибов. А когда я был в Афганистане, я видел, как сами маджахеды уничтожали маковые плантации, что они уничтожали героиновые маковые плантации тех, кто наживался на наркотиках. Поэтому отчасти, я думаю, что установление в Афганистане от такого пандемикалистского государства, пуштунского талибана, должно уменьшить этот трафик. В США надо оттуда убирать, однозначно. В США для этого надо оттуда убирать, однозначно. Как вы уберете? Сами мы не уберем, а талибы, я надеюсь, их уберут в конце концов. Правда, не уберут, но они после этого нас из Таджикистана не уберут. Нереально. Александр Ильич, вопрос вот такой следующий. Про Крым, опять же Крым, мы слышали, как Путин выступал, как он говорил, как видели его даже лицо, мы тоже рады в соединении Крыма. Но как так получается? Присоединили Крым, это святое место, действительно, с Божьей помощью, место, где крестился князь Владимир, проголосовали за это, за возвращение Крыма. Через два месяца тоже наш президент Путин вносит законопроект о создании горной зоны. Причем так торопились, что приняли в прошлом году сразу по второму крикам чтения. Мы со своей стороны, ну, посчитали, что насколько это не идет в тем, что только что было перед этим, ряд общественных организаций с Насибирской, наша организация Народный Собор Насибирское отделение, областной совет ветераны, там около десяти организаций написали в администрацию президента. Говорили письмо в СМИ. Мы, конечно, не услышали ответа. И вот сейчас, поскольку вы человек представляете в СМИ и так далее, мы считаем, что нельзя так оставаться, чтобы и горная зона, которая пока еще не создана, но принято решение создали, чтобы в одном самолете летели футаны со всего мира, летели туда, сели и отдыхать родители с детьми, потому что мы сами понимаем, что такое горная зона. Это разрат, это все, что может быть, покой, все будет там. Это недопустимо. Может быть, нам еще раз обратиться и предсказать обращение в вашу газету? Это первый вопрос. Я сразу и отвечу, что и мы, московские патриоты тоже писали письмо по городной зоны, и в нашей газете они публиковались, это был взрыв возмущения, и тоже мы не получили ответа. Но, в любом случае, это вносит коэффициенты, это глаз народа. Это не напрасно. Так что, если вы напишите еще раз обращение, или придумайте какое-то действие, не просто письмо, а может, какое-то еще и манифестальное действие, это будет полезно. У нас, руководителем департаментной культуры города, назначена госпожа А.М. Терешков, являющаяся доверенным лицом у меня Дэна Прохорова, значит, она ничем была для многих неизвестна, кроме тех, что, будучи руководителем Сибирского Центра Организа и Организа, организовала ряд безразных акций. Отдруга скажу, привозила сюда, значит, Марата Гельмана в искусственную родину. Она привезла вроде как частную организацию, но тем не менее, она была бы как-то руководителем Сибирского Центра Организа и Организа. Несмотря на то, что не имеет культурное образование в области культуры, несмотря на то, что она не имеет каких-то достижений в области культуры, он ее назначил мэр-коммунист, назначил руководителем культуры города. Общественность не только обращалась с письмами, включая обосновать совет ветеранов и другие организации, общественность провела уже три митинга, где резолюция митинга написана, требуемо ставку руководителя департамента культуры и Терешкова. Два раза уже обращались к мэрии и губернатору, бесполезно. Третий раз, 29 марта, на беднике 5 тысяч человек обратились напрямую к президенту. То есть вопрос, как чтобы нас услышал президент, что мы еще должны сделать вообще? Потому что действительно, вот такая двойственная политика, а с другой стороны власти нас не слышат народ. Что еще человек законным образом должен сделать, чтобы нас услышали? Во-первых, капли, камень, точек, раз. И вот эти схватки, которые идут в Новосибирске, это как раз схватки гельминоидов и патриотов. И сами эти схватки свидетельствуют о том, что этой даме не уцелеть. Просто не нужно ослаблять эти схватки. Может быть, биться надо не только с ней, а с самой тенденцией. А как сражаться с этими тангейзерами? Это же тоже очень большой вопрос. Запрещать тангейзеры или одевать там этих путан, на них там колготки надевать. Или же сделать так, чтобы на сцене вашего театра прошел какой-то блестящий патриотический спектакль новый. Чтобы появился новый русский патриотический художник с новым ощущением времени, с новым ощущением эстетики. И чтобы этот спектакль... Возьмите роман «Крым», найдите драматурга, переведите этот роман в драматургический ряд и поставьте этот авангардный патриотический роман на сцене вашего театра. И все, это будет поведа. И это будет больше, чем эти петиции. Ну попробуйте, сделайте это. Это и неизмеримо сложнее, но и неизмеримо эффективнее, чем требовать отставки этой дамы. А когда, повторяю, если этот спектакль пройдет, он тоже пройдет, грубо говоря, с ее санкцией. Она тоже должна, в общем-то, реагировать на этот спектакль. Вот это и будет как там лада на черта. Сделайте это. Друзья, я читаю последнюю записку и последний вопрос. Затем Александр Андреевич все время нет, подписывает книги, кому это необходимо. И все. Значит, вопросы с зала. Путина нет сил заменить на редкой слабого премьера. Премьера очень слабая, но, во-первых, эта премьера с Путином связывает глубокие отношения, дружеские, формальные. Что я имею в виду? Когда Путин уступил свое место Медведеву, он изкручил Медведеву свою судьбу. Если бы Медведев оказался горловным человеком, если бы окружившего Медведева либеральные вот эти вот слои, такие, как Юргинс, как его пресс-секретарь Тимакова. В этом круг Путин собралась вся Володная площадь тех времен. И они побуждали его идти на второй срок и отправить в отставку премьера, то есть Путина. И есть сведения, что он размышлял над этим. Но он не изменил своей дружбой, своей товарищеской отношением. И он в этом смысле оказался джентльным. А ведь ситуация была очень грозная. Ну и очень волновались. Пасин взял и написал приказ о том, что Камьер увольняется. И он оказывается Путин вне политики. Когда полное, так сказать, господство либералов, он это не сделал. Поэтому это мешает ему отправить Медведева в отставку. Это один момент. Второй момент, как мне кажется, связан с тем, что до сих пор у России нет новой модели экономической. Прежде чем она сидит на этой гайдаржевской модели, монетаристской высшей школы экономики, экономический блок, Набиулина, Кудринцы там сидят. И увольнять вот этот кабинет, который набит этими гайдаржевцами, Кудринцами, необходимо, когда будет внедрена новая экономическая модель. Когда мы запустим все-таки конец развития. Тогда вот это новое развитие должна быть сформирована новая команда, новый премьер, новый экономический блок, новые гвардейцы, семьяновцы и преображенцы, которые будут проводить этот курс на модернизацию. Сейчас это будет факт, что так, ну, уволят Медведева, Кудринца поставят. Поэтому мне кажется, что ждет момент, когда придется прибегнуть к новым неординарным методам русского развития. Пожалуйста, последний. Александр Андреевич, слышно? Слышно, слышно. Ну, раз уж у меня последний микрофон, я хочу вам сказать огромное спасибо за очень интересную речь сегодня, за эту встречу, которую вы нам всем подарили, жителям Новосибирска. Позвольте вам выразить восхищение вашими, во-первых, глубокими познаниями древней истории, знаниями политической истории, а также сказать вам, выразить свое уважение за столь твердую патриотическую позицию и ваше убеждение. Мы все являемся свидетелями ваших многочисленных телекеров, вы уже о них говорили, что это своего рода идеологический схват. А вопрос мой такой, часто ли после таких схватов, где вы одерживаете безусловную победу и ваша твердая позиция по отношению к России и к народу, к Россию, которую сегодня попирают, которую сегодня ругают, но тем не менее вы всегда рассказываетесь о безмерной любви и о своей причастности к своему государству, к России. Так вот, часто ли после вот таких эфиров вы сталкиваетесь с обвестием, с ненавистью, а может быть даже с иными угрозами, может быть даже физическими со стороны ваших идеологических противников? Спасибо. Вот в то время, когда газета «День» и «Завтра» были резко оппозиционными газетами, такими антиведицинскими газетами, то мы платили за эти выпады даже ценой своей, не только репутацией, но и физического здоровья. Многие мои коллеги и товарищи подверглись этим нападком. Скоро мой коллега Шурыгин во время событий на стройцев года был ранен там у дома с товяном и так далее. Сейчас мягче, сейчас время несколько смягчилось, поэтому, приму в угроз, я не спешу в свой адрес. Хотя неприязнь очень плотная, неприязнь такая устойчивая, но я к ней уже просто привык, как стремя тьмы. Я говорю, что есть скорость света, а есть скорость тьмы. Вот кто быстрее? Я им покажу, что я думаю, что скорость русского света быстрее, чем скорость американской тьмы. Спасибо вам, Владимир. Спасибо.